Здравствуйте всем! Мы начинаем разбор мифов, относящихся к новой эпохе, пришедшей вслед за эпохой правления Крышиня. Это эпоха временного правления темных сил, так называемая эпоха Индры. Как я уже говорила в предыдущих видео, темные времена допускались Всевышним, чтобы мы проходили негативный и отрицательный опыт и знали, что это такое, смогли бы отделить зерна от плевел и знали врага в лицо. Я считаю, что изучение данного мифа, относящегося к эпохе Индры, очень важно, поскольку мы сможем разобраться, как поступать не нужно, если душа желает развития, а не смерти. Для здорового развития тела вирус не нужен, однако, коль он все-таки уж существует и вторгается в тело с целью паразитирования, то наш иммунитет должен знать врага, чтобы знать, как с ним бороться, дабы избежать гибели. Как обычно, я буду зачитывать мифы частями и кое-что, но не все, пояснять. Пояснять буду не все, потому что над чем-то нам нужно будет еще задумываться самостоятельно. Так, начнем. Миф называется «Рождение Индры». Кто там сходит с высоких гор? Кто рассеял темные тучи? С чьих перстов проливается дождь? То не сходит с гор, да и отец. Голова его небо звездное, чрево море, дыхание сто ветров. Высоко в небесах ясный месяц с золотыми рогами блещет. Это дый золотыми рогами озаряет все по небесе. Обнимал дый отец землю матушку, и ласкал он ее перстами, обмывал он ее дождями. В небесах громыхал он громом, в тучах молниями сверкал, бил он ими в матушку землю. Свет создав там, где света нет, где нет образа, образ явив, дых, дых, зачал в земле матери Индру. В этой части мифа описана страстная любовь, да и я к материи. Плодом этой страсти становится зачатие Индры. Свет создав там, где света нет, где нет образа, образ явив, то есть где-то в недрах хаоса, да и постарался, изучал что-то лучшее, что он вообще мог зачать, соединив свое сознание с материей. Срок пришел разрешиться от бремени, и сказала тогда мать сыра земля, тяжелешенько мне, тошнешенько, как родить мне Индру великого, он едва во мне помещается. И сказала ей Лада, матушка, есть испытанный старый путь, пусть и Индра также родится, и весь мир тогда восхитится. Да не свалит он землю матушку. И ответил из чрева Индра, не хочу я здесь выходить, здесь плохой и узкий проход, лучше выйду я поперек, лучше выйду я через бок. И родила тогда мать сыра земля, как корова, яростно ревущего, напоенного мощью быка, не облизанного пустила по сырой земле матери бегать. Как могучий Индра рождался, поднебесный мир ужасался. Сотрагалось царство подземное, сотрясалось и царство небесное. Задрожали от страха горы, расплескало синее море. Звери по лесу разбежались, птицы по небу разлетались, рыбы по морю разметались. Как родился могучий Индра. Он надел кольчугу булатную, на главу надел золотой шелом. И пошел он в гридницу Дееву, сел за стол, накрытый хозяину. Съел все явства и выпил пиво. Рассмеялся тогда отец. Вижу, мой сынок мало денег, силы много в нем и дурачества. Но придет срок, он образумится. Очень интересная часть мифа. Уже из самого процесса рождения Индры мы видим рождение не светлого бога, а кого-то иного, противоречащего даже Ладе. Он не послушал слов Лады Матушки Богородицы. Родится проверенным путем. А уж она-то знала, как рождаются боги. И родился не так, как рождала своих сыновей Сварожичей Лада. Нет, Индра избирает не узкий путь и тесные врата, ведущие к небесам. А рождается, то есть выходит, боком. Как тут не вспомнить старую русскую поговорку, но это вам выйдет боком, обозначающую, согласно словарю, что происходящее событие, явление, а также какие-либо действия, поступки, идеи, проявление характера, лица не приводят к желаемому результату, оборачиваются плохой стороной для него самого. Индра рождается яростным и нетерпеливым. Его даже мать не успевает облизать. Ну, конечно, тут говорится образно, после родов. Так он спешит и отпускает погулять. Затем Индра одевает булатную кольчугу и шлем, то есть проявляет настроенность быть воином. Из этого можно сделать вывод, что речь идет об отрицательных или рожденных Деям функциях планеты Марс. Ярость, нетерпеливость, дурная инициатива. Индра даже в родах поступает по-своему, несмотря на совет самой Богородицы. То есть считает, что он прав во всем, несмотря на то, что новорожденный. Слушает только себя. Поэтому от его рождения мир приходит в ужас. Он же рождается необычным путем, как рождались боги, а выходит через Бог. И мир не восхищается, как произошло бы в случае, если бы Индра послушался ладу. Но к чему это все привело в итоге, увидим дальше. Видимо, в эпоху сына Дея, Индре матушка-земля рождала только таких воинов, а сама эпоха была отмечена рядом войн. Как ходила корова Дана, дочь Зимун и рода Рожанича. И ходила она по горам высоким, и ступала она по долинушкам, и от края ходила до края, и от моря ходила до моря. А в высоком небе сияло солнце красное, сурья Ра. Плыл по небу Ра в колеснице, многоцветный, богато украшенный, драгоценными камнями, жемчугами. Издивился он той корове, и влюбился он в красную девицу, молодую дочку Зимун. Ты куда идешь, Дана, молодая? Я иду от моря Азовского ко великой Азов-горе, да к камешку синегорючему. Обойду я в круг камня синего, и копытушки помочу в воде, обернусь я красной девицей. И тогда бог Ра, красное солнышко, запрягал коней златогривых, и собой, заполняя мир, поднимался на небосвод. Простирал он руки лучи ко всему, что есть в этом мире. И как юноша к деве льнет, так ласкал Дану милую, Сурьяра. Много ли времени миновало, мало ли времени миновало, и от солнца зачала Дана, и родила она двух великих братьев, Бога Валью и Бога Вритью. Как у сыновей Даны родовны, волосы сияют красным золотом, ноги по колено в белом серебре, и держали они в руках синь горючий камень осилы. Итак, по славянскому представлению, так как ведали наши предки, у любого тела, рожденного в материальной Вселенной, есть причина его образования и рождения. То есть причиной существования тел является душа и дух. Это касается не только людей, но и небесных тел, будь то звезда, планета, комета и так далее. Во Вселенной нет ничего мертвого. Каждая энергия наделена разумом. Каждая энергия — это живое существо, имеющее свое имя. Подобно тому, как зародилась душа нашего первопредка Велеса, хранителя нашего родового древа, когда искра Всевышнего соединилась с материей коровы зиму, так и в этой части мифа описано зарождение души первопредков некого будущего народа. Свет Суриера, соединившись с материей коровы Даны, породил души Вальи и Вритии. Их еще называли впоследствии два Лика Велеса. Интересно описаны сыновья Даны в мифе. Как у сыновей Даны родовны, волосы сияют красным золотом, ноги по колено в белом серебре, и держали они в руках синь горючий камень осилы. Синь горючий камень, так же, как и камень Алатырь, в мифах, символизируют сакральные центры, как алтари, центры зарождения жизни, сознания, центры Вселенной. Центр Вселенной. И золотыря рождали сварожичи, когда сварог бил по нему молотом, то есть высекал искры жизни, искры духа. В данном мифе, когда дочь Зимун, корова Дана, обошла синь горючками, она обернулась красной девицей. Что это значит? Когда обходят алтарь, это означает какую-то метаморфозу, то есть переход на некую новую ступень или переход в новое качество. Иногда очищение или посвящение себя Богу, готовность его принять. Для девушки обычно это означало, что она венчана и готова соединиться с мужчиной. То есть символически женское начало материя соединялось с мужским началом, с духом. То же самое происходит и в мифе. Материя Дана готовилась соединиться с духом и принять в себя его семя. По формуле материя плюс дух равно душа. Дети Даны или души первопредков будущего народа обладали силой, то есть держали в руках камень осилы. Они были очень мощные. И в них были проявлены все три царства. Волосы червоного золота, значит золото и медь, то есть царство духа, разум, золото, и инстинктивное царство, медь, и белое серебряное царство, царство чувства и эмоций, серебро. По описанию это могли быть возможно первопредки кельтов. Вспомним, что кельтские племена почитали богиню Дану, считая ее матерью богов, и у них темно-рыжий цвет волос, то есть цвет червоного золота. А в глубоком царстве подземном вий козы седу неси, и сын хаживал, он в козла во тьме обернулся, и землей сырой сошелся, и зачал козлоногого пана, и сказал сыну вий, Пан Могучий, сделай ход из чрева земного с дымом, поднимись в мир небесный, ты затми, Пан, красное солнце, укради ты мне данный сыновей, вместе с ними стадо небесное. И разжег огонь козлоногий Пан, распалил подземное пламя, и прожег проход в поднебесный мир, и затмил в небесах солнце красное, и угнал с небес всех рожденных Даной, братьев мощных в Ритью и Валью, вместе с ними стадо небесное. И пригнал их Пан в царство Виева, ведь и ляд тех усыновил, чтоб забыли, ура, родители, память предков в них усыпил. В этой части мифа описана трагедия на самом деле. Виев, владыка пекла, откуда нет возврата душам, рождает сына Пана и посылает его украсть сыновей Даны и Сурьера. Перейдя в некую постасть, называемую Паном, Виев поднимается вместе с дымом в небеса. Зачем ему нужны Врития и Валья? Зачем они ему так важны? Братья были сильны от рождения, а значит, эту силу можно было использовать для себя, для преследования своих целей, для разрушения мира, чтобы в нем властвовал хаос. Чтобы украсть сыновей Даны, или иными словами, переманить их на свою темную сторону, Пану нужно было затмить солнце, то есть усыпить дух, что он и сделал. После этого он воздействует таким образом, что Врития и Валья забывают о своих предках, о том, что они сыны Сурьера, что их истина природодуховная, и считают Виев своим родным отцом. Нечто похожее происходит и у нас в современном мире. И телята те стали Виевы, и с тех пор те два лика Вилеса называли сынами Виев. Только их именают мудрые сыновьями солнышки Сурьера, потому о потомстве Даны опечалился сам Всевышний. Действительно, имена Вальи и Врития впоследствии упоминаются как имена демонов, которым поклонялись некоторые народы и приносили даже им людские жертвы. Я точно не могу сказать насчет людских жертв, но, например, в Зервонизме сказано, что некоторые первопредки, души первопредков, людей, перешли на темную сторону, хотя изначально они были созданы Творцом. Их потомки впоследствии исповедовали демонические культы. Поэтому Всевышний и опечалился о том, что произошло с некоторыми первопредками, в данном случае с потомками Даны, богиней Даны. Изимун тогда опечалилась. Обмелели реки молочные, погрузилась земля во тьму. И с небес пошли не дожди, повалился пепел горючий. Запрудил тогда врития реки, валья проглотил солнце красное. Нет воды для зверя раскучего, нет воды для птицы летучей, оскудела тогда мать земля. Далее события развиваются совсем печально. Зимун печалится и земля погружается во тьму. С неба сыпет горячий пепел. Один из символов войны. Что это значит? Один из братьев, ставший служить вию, проглотил солнце. Я думаю, что это означает усыпление, затмение духа. То есть, его воздействие привело к тому, что пришло всеобщее забвение о своем духовном начале. Второй брат запрудил реки, берущие свое начало от белого камня, то есть, от аллатыря, от алтаря. Реки и речь, то есть, говорить. Вода – это символ очищения, она охранитель изначальной информации. Что сделал врития? Его воздействие привело к тому, что заснул не только дух, но и душа. Это привело к бесчувственности, безэмоциональности, бессердечности. А также был перекрыт поток чистой информации, идущая от аллатыря. Информация о завете предков, о законах божьих. Были перекрыты воды от источника жизни. Следствием этого стало засуха и оскудение земли. Издревле считалось, что засуха – дело рук темных сил. Вспомним это, как информация для астрологов, что в Козероге луна находится в изгнании, луна, которая связана со знаком мрака и с реками. А речь как раз идет именно об эпохе Козерога. И тогда собрались ото всех родов князи и волхвы многомудрые, и отжали они в ступке хому, окропили соком солому, опьяняйся, могучий Индра, и смешали сок с ячменем, и сварили хмельное пиво, опьяняйся, могучий Индра, и смешали сок с молоком, опьяняйся, могучий Индра. Стали петь волхвы многомудрые. Чутки, Индра, услышь наш призыв, восприми наши ты воспевания. Умы, знаем тебя, ярый бык, победи врага мощный Индра, сокруши мощь вейва племени. Пей же, Индра, и радуйся хмелю. Пусть сливаются соки хомы, у тебя в животе как реки, станет пусть живот океаном. Сокруши осла ты ревущего, улетит пусть зловещей птицей далеко от дерева ветер, сокруши мощь вейва племени. И сварок Индри выточил палец, чтобы убил он змея ползучего, запрудившего телом реки, чтоб разрушил твердыню вала, чтоб, как коровы к телятам, устремились к морепотоке. Вместе с ребьями кузнецами Индри выплавил он коня, непростого коня булатного, Индри богу для дела ратного. Конь его бежит, мать земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит. Также златом седло оторочено, а во лбу его рог отточенный. Выжал хому для Индри вышень и смешал ее с ячменем, чтобы сок, как истинный бог, вдохновил его на победу. Беспокоился Ярый Индра все дые, мощном родителе, да и отец боевыми криками разжигал неистовство сына и летел грохочущей тучей, дые в сын гонимый ветрами. И сказал сварок Царь Небесный, отправляйтесь, боги, на поиски, отыщите рожденных данный. Взвился бог Семаргал, сын Соворожич, закружился огненным вихрем. Мы отыщем стадо небесное. В этой части мифа мы узнаем, что для Индры готовят хому или в индийском варианте сому, чтобы вдохновить его на победу. Готовят ее из сушеных трав, хмеля и добавляют молоко. Сок хома – это живая вода, дарующая сверхспособности и победу над смертью по мифам. Но почему именно сын Дея должен был сразиться с племенем Вия? Казалось бы, что они один другого не лучше. Возможно, в некоторых случаях и Дею не нравилась деятельность Виев. Планы Дея, как любителя материи, богатства, страстей, плотских утех, бога вожделения и похоти, не входило в уничтожение мира материального, иначе на ком бы он паразитировал, продлевая свое существование. Поэтому его сын, как владыка эпохи, вступает в борьбу с Вием. Однако Дея настолько распалил сына яростью, что того не слой этой силой, сметая все на своем пути. Тут уж показан экзальтирующий в Козероге Марс. Опять-таки, информация для астрологов. Барма, бог сладкозвучный, поэт из поэтов, начал петь восхваляя могучего Индру, проклиная пана Ивея. Из гнева Бармы, царя молитв, сиво яростный появился, вслед за сивой явились рудые. Охватили они всю вселенную, окружили мощного Индру. На богах кольчоги буладные, на руках золотые пластины, на плечах медвежьи шкуры, а в руках мечи и секиры. Словно птицы, раскинув крылья, полетели рудые с Индрой. Здесь мы видим описание рождения неких яростных богов из слов ненависти Бармы. А Барма – это бог слова и молитвы. Их имена сиво и рудые. Рудые – значит красные или кровавые, жаждущие крови. Весь миф пронизан описанием войны и ее ужасов, агрессии, битвы не с целью освобождения и возвращения первоначальной целостности, а с целью убить и уничтожить. И не важно, кого и за что, это просто жажда чьей-то смерти. Как говорилось выше, низшие качества, связанные с планетой Марс в астрологической традиции, да и еще усиленные его экзальтации в знаке Козерога. Здесь можно сделать вывод и еще один относительно Хаумы. Дело в том, что не всякий готов ее испить. Тот, кто чист душой, кто готов принять эту силу, Хаума приносит просветление и бессмертие за счет усиления этой светлой силы. Тот же, кто не готов, сила Хаумы может принести усиление негативных качеств как следствие разрушения. Кто-то пьянеет, а кто-то трезвеет от ее силы. Видят боги, у камня горючего реки запрудил мощный в ритье. Сила в ритье возбуждена, хватил его жар подземный. Заточивший силу и воды, он лежит на дне под вселенной. Подъезжал к нему мощный Индра на могучем единороге. Змей шипел, как в пьяном угаре. Я тебя, Индра-бог, вызываю на бой. Я тебя, мощный Индра, с копьем проглочу. Но ему не ответил Индра, распаленный гневом и Хаумой. Здесь еще раз упоминается, что и змея, и Индра находятся от пылой ярости, словно в пьяном угаре. Разум отсутствует, есть только жажда убить друг друга. Колдовать тут начала Дана. Здесь мы видим, что все-таки богиня Дана, дочь коровы Зимун, она еще и была волховница или волшебница. Могла напускать чары. Напустила она тучи темные, град и гром, и грозные молнии. И во тьме надвинулся Врития, в рог ударил единорогу. И тогда колдовскую силу Индра-бог обратился в волосы. Врития бил по тонкому волосу. Поднял палец у мощный Индра, пивший выжимки хомы. Вышня. Содрогнулось все поднебесье. Только палец бога Индры разрубило голову Вритии. Будто сук секирой обрубленный, змей упал на землю сырую. Вол хотел победить быка, но убил его мощный Индра. Он без ноги, без плечей, без руки победить хотел Индру бога. Погрузился он в долгий мрак, тот, кому был сам Индра враг. Индра чары Даны разрушил. И поникла Дана тогда, и упала она на сына, чтобы укрыть его от удара. Сверху Дана мать, снизу сын, так лежат коровы с теленком. И ударил палец Индра. Он поверг змея лютого Вритию, обуздавшего бурные реки, и убил он Дану Зимуновну, и столкнул их с водных потоков. И все воды ринулись в море. И из сердца мощной Даны то не кровь потоком струилась, то долинами и полями заструился сам батюшка, тихий дон. О, кого испугался Индра, что за страх проник в сердце Бога? Почему в орла обратившись, улетел он от тела Вритии? Он и видел месть волка огненного, пересекшего путь орла. Итак, Индра убивает символически змея, запрудившего реки, но заодно и с ним в пылу яростью убивает его мать, Дану Зимуновну, которая защищала своего сына как могла. Но потом он пугается, так как видит приближающуюся к нему месть в виде знака огненного волка. Что посеешь, то и пожнешь. Индра, который испил Хаому, должен был сразиться за душу Врития, освободить ее от власти Вия. Вместо этого становится сам демоном смерти, убивает и Вритию его мать. Кто такой настоящий воин, когда речь идет об освобождении души от тьмы? Каким оружием он должен сражаться и побеждать? А побеждает он силой света, силой правого слова. В данном случае Сива, слово ярости и ненависти, и Рудея, жаждущие крови, не были ему помощниками. Не мог Индра, сын необузданного Дея, освободить души Вритии Валии от власти Вия. Он смог их только убить. Мистерия воина, освобождающего от тьмы. Подумайте над этим. Может ли человек, охваченный яростью, сражаться с тьмой? Вот была задача нелегкая у Симаргла и бога Бармы отыскать уведенных паном всех родных дочерей Зимон. Видит Барма и в синий валун обернулся сын Сурьера. Слышит Барма мычат коровы под великою той горой. К ним свой голос добавил Барма с сивой рудыми Симарглом. Испугался тут мощный Валья. Побежал он от громкой песни, но, увидевши Индру, замер, лег к горою, не уклоняясь. И тогда бог Индра, могучий, разъярясь от выпитой хомы, проломил великий валун. Вместе с Бармой и Симарглом он разбил все преграды Вальи. Барма бог молитвой раскрыл валун, пробуравил своей усилой, а Симаргл ударил секирой. И креница в камне раскрылась. И родились тогда в кренице, что струила волшебной метки таврас сквозурую богом. И съезжались к той кренице грозные цари и царевичи, вслед за ними князя и князевичи. Приходили волхвы многомудрые, все в кренице черпали мед, пили все медовую сурью. И открыли они врата, и вошли волхвы в подземелье, и нашли в пещере сокрытой тот огонь, что светит во тьме. И раскрыв глубокие тайны, стали ведать все мудрецы. Это пламя поэтам не чуждо, ими тот огонь разожжен. Вот как раз в этой части мифа и раскрывается оружие, разрушающее тьму и преграды свету. Это слово. Это слово, которое несет пламя или огонь. Ведь Семаргл вместе с Бармой соединяясь как раз и рождают огненные слова. Слово мира прави. Слово это звуковая вибрация, волна. Сильное, светлое может рассеять тьму и преграды. Наши мудрые предки, обладая огромной силой слова, могли управлять и природой, и явлениями различными. Они придавали большое значение слову, его чистоте, его силе. Словом спасали и исцеляли. Данное слово держали, словом сотворяли. Вот лежит великий валун, порожденный силою вальи. У подножья той горы там лежит поверженный в ритье. И вот туча грозная обложила ту великую гору панов, и рыдала та туча черная дождем над сынами данной несчастной. И сверкнула молния в тучах, и тотчас грозный огненный всадник на могучем единороге среди туч грозовых проплыл. Все закон исполнен закон прокатился в горней выси. И тогда печальные паны вереницую вышли из нетр горы. Преклонили они колени, и глава их поднял к небу синему ключ золотой от запретных врат. И за теми вратами заключены были боги Валья и Врития. И тот ключ от запретных врат платой стал за жизнь заключенных. И исчез тот ключ от запретных врат в ярком свете пронзившем тьму. В этой части мифа мы видим, как паны оплакивают поверженных Валью и Вритию. И огненный всадник или вестник Всевышнего объявил, что закон исполнен. Валья и Врития сохранили жизнь, заключив их за запретными вратами, то есть где-то в подземелье. В обмен на это паны отдают золотой ключ от запретных врат. Видимо, чтобы они уже никогда не смогли выпустить пасынка в Вия и разрушать мир с помощью их огромных сил. В этом и есть сакральный смысл. Отныне выпускать поверженных демонов имел власть только Всевышний, ибо обладал золотым ключом от запретных врат. Мать Зимун рыдает над Даной, что была повержена Индрой. Ты убита, дочь, мощным Индрой. И взмолилась она всемышнему, покарай, сын Адыя, вышень, Бог, извергни убийцу Даной. И раздался голос Всевышнего, да свершится то, что свершится. Кто не прав, тот не станет правым, и кривое прямым не сделать, потому сытно мать восстанет, и волчонок погубит волка. Итак, Зимун молит Бога Акария за убийство своей дочери Даны. Что ей отвечает вселенский судья Бог Всевышний? В общем, он говорит о том, что каждого будет судить его совесть. Индра обоенной яростью совершил преступление, убив невинную Дану, хотя изначально его отправляли на дело правое освободить Валью и Вритию из плена Вия, то есть найти и вернуть телята, не убивать их. Убивать нужно было змея в них, того змея, которого поселили в них Вий, так как изначально это были сыны сурьера. Всевышний говорит о том, что сделано, то сделано, исправить уже ничего нельзя. Наказание в данном случае это муки совести. Не всегда можно исправить то, что совершил, особенно, когда был неправ. Преступление рождает либо месть, либо муки совести. И ложились на плечи Индры ножи тяжкие, дума горькая. Сел тут Индра на землю мать. Бога стал молить о прощении. Год он молит и век он молит. Врос он в землю по самый пояс и оброс словно камень мхами. Где росток был, выросло дерево, где была река, стал ручей. Только нет убийцы прощения. Индра молит Бога о прощении. Осознание своей вины и муки совести вот что открыл Господь Индре. И совесть наказывает его и наказывает очень жестко. Зачем месть, если есть совесть? С другой стороны, наградив Индру чувством совести, мудрый Бог делает ему большой подарок. С Индре отныне может вести диалог с Богом через совесть, то есть совещаться, в смысле совместная весть, а значит он более не принадлежит своему отцу даю. Не Бог наказывает человека, а его совесть, ибо кто простит тебя, если ты сам себя не можешь простить? На этом миф заканчивается, миф печальный, предлагающий нам задуматься над такими вопросами. Кто такой воин света и каким оружием он должен сражаться с тьмой во благо жизни? Как важно обуздывать свои разрушительные порывы и уметь вовремя останавливаться? Какие цели ты преследуешь, становясь воином? Разрушать, восстанавливать мир, защищать жизнь? желаю всем силы духа и обретения истинного внутреннего воина света. Благодарю за внимание. успеха не у по м ни